Всем привет! Всем, кто следит за моим каналом, недавно обратили внимание, что у меня появилась в коллекции HALO 3. Это пока апогей моей коллекции. И, собственно, примерно в тот момент, когда я стал искать HALO 3, я подумал о том, что я вроде бы как знаю уже, что я хочу собрать в свою коллекцию. Я вроде как уже знаю, где все взять. Осталось все это дождаться, все куплено. Но почему бы не обратить внимание на то, как изменились китайцы? Потому что я в последнее время делаю обзоры на какие-то в основном дорогие китайцы и редко на дешевые. Мне хочется немножко попробовать, потому что коллекция собрана, а что-то такое, знаете, на побаловаться все равно хочется. Потому что остановиться, скупать ножи очень тяжело, честно скажу. Лично для меня это прям, вот знаете, нужно собрать клуб, знаешь, где мы там садимся все и так. Так, привет, меня зовут Данил, я не покупал ножи три дня. Все такие, привет, Данил. Ну и вот врач спрашивает, скажи, как это с тобой началось. И, собственно, именно поэтому мне захотелось купить HALO 5 китайскую. И посмотреть на то, как далеко ушли китайцы за... Ну, в последний раз у меня HALO от VESPO была что-то пару лет назад. И та HALO стоила долларов 120, при том, что там была та же самая D2, такая же красная. А эта стоила ровно 50 долларов. Приходит вот такой вот старой в обычной коробке. Ну и, собственно, давайте посмотрим. Значит, приходит все это дело запаковано вот так. Я открыл коробку, и мне очень все понравилось внутри, как бы. Здесь все по стандарту, как бы этот беспонтовый вот эти вот кайдексовые ножны, да, которые, я не знаю, куда их носить. И при этом, ребят, порадовало, что в комплекте была запасная пружина. Я не знаю, кстати, такого, чтобы у HALO лопались пружины. Самое приятное, что был ключик и плюс два запасных винтика. Потому что, на самом деле, купил я недавно лут, уже продал китайский. Не было бит. А биты что-то стоят, ну, тоже каких-то нормальных денег. Ну и, собственно, меня вот это все безумно порадовало. Я прям порадовался, что так все изменилось. Дальше посмотрим на сам нож. Сейчас. Ладно, потом. Чтобы вы понимали в сравнении, это примерно вот так, что вот эта HALO скопирована с оригинала. У меня когда-то был тоже оригинал, но когда-то я его точно так же продал. Разницу вы видите. Здесь клин соточка, здесь клин 117. И я вам скажу, что, когда я достал, стал рассматривать, я был приятно удивлен, что даже на Веспе за 120 долларов два года назад такого не было. Первое, что бросилось, это качество подгонки, что оно стало значительно лучше. И, допустим, на моей Веспе, вот в одном из вот этих мест, я уже не помню, в какой, китайцы просто на одной половинке забыли сделать вот эту проточку. И проточка была такая только от половины. Затем очень важный, это вот этот вот момент. Видите, где перед чарджером на Веспе было хуже. Здесь все куда лучше. Теперь самое интересное. Сам клинк. Это черный дуалтон. Это то, о чем раньше нельзя было даже и мечтать. Таких ножей, в принципе, не было. Кому интересно, кто производитель этой версии, да я понятия не имею. Скорее всего, все тот же самый Энди, который делают, в принципе, сейчас все китайские фронталки. И он в этом преуспел. И я могу только так сказать. Я покупал на DHGate, и точно не вспомню, в каком магазине, но картинка у них у всех одинаковая. Лежит целая куча хал, зеленая, синяя, оранжевая, красная, фиолетовая. И, по-моему, только три из них с черным клином, с дуалтоном. Все очень аккуратно. Хорошо все сделано. Обух черный, покрытие черное. Немножко выдает подделку такая не очень внятная надпись. Немножко не тот шрифт. Немножко невнятный логотип MicroDec. Остальное все очень похоже. И самое главное, ребят, вот у этого ножа, у него нет люфтов, в принципе, никаких. Вертикальный, ой, горизонтальный, прошу прощения. Он такой, знаете, его даже не слышно. Он такой, знаете, на уровне ощущений. То у более массивного клинка он в любом случае должен быть больше. И на той хале оригинальной, на которой он у меня был, он был значительно больше. Так вот, здесь, как и на оригинале, нет абсолютно вертикального люфта. Его нет, в принципе, ни на тройке, ни на пятерке. Плюс здесь есть совсем небольшой горизонтальный. Я думаю, слышно, но этого не видно. Что вот, слышите, да, что он вроде как есть, но он абсолютно незначителен. И чтобы вы понимали, фронталок сделать абсолютно без люфтов. Ну, это нереально, потому что должен быть зазор, в котором будет ходить клинок. Либо иначе у вас все вот это вот будет обдираться. Да, поэтому я крайне поражен тому, что мне пришло за 50 долларов. Какая здесь сталь, меня абсолютно не волнует, потому что резать этим, ну, не получится. Батонить, да, вскрыть упаковку, да. Но нарезать что-то и переживать, когда у вас затупится нож, не придется. Потому что он все равно сведен под большим углом. Сведение здесь я даже мерить не буду, потому что в этом нет смысла. Но главное, что подводы ровненькие, симметричные. Скопировано отлично. Покрытие хорошее. Не выглядит как это, как будто бы, знаете, краска. Нигде это не торчит. Все сделано как надо. Я вам честно скажу, что китайцы шагнули за 50 баксов далеко вперед. Я с удовольствием сделаю тюнинг на этот нож. С удовольствием просто. И буду им пользоваться. Мне нравится, что нету никаких как у оригинала, нету никаких люфтов в чарджере в закрытом положении. Никаких болтаний, хлябаний. Кнопка не плоская, как раньше это было на дешевых халах, там, за 50 долларов. Она выпуклая, она пескоструйная, на ней не видны практически следы от фрезы. Есть вот такая кольцевая проточка вокруг вот этого выпуклого места, которое есть, если я правильно помню, и даже на оригинале. Самое важное, ребят, что наверняка многих интересует, как же этот нож можно носить в кармане. Просто, да, как все видели этот фильм со Сталлона, где он таскался с такой же штуковиной. Просто нося ее в заднем кармане штанов, просто положив так. Я предлагаю сделать стандартный тест, положить на кнопку и нажать. Вот. Что когда вы продавливаете ее слишком далеко, именно за счет того, что она очень глубокая, давайте на тройке проверим. На тройке это не работает. Тройку надо прям утапливать. Здесь все безопасно. Здесь же, вот коврик у меня мягкий, вот так вроде ничего. Ну, как бы я вот положил, все, вроде он уперся. Додавив, чтобы коврик немножко еще додавил, буквально я раз стреляю. Ну, я смело это переживу, потому что есть в планах у меня заиметь сюда качественный чехол моего товарища и знакомого Александра Веслевского из Киргизии. Он мне уже делал на мою халу. Я с удовольствием сделаю, скорее всего, я сделаю тюнинг. Что-то сделаю красивенькое лазером. И буду с удовольствием пользоваться, вскрывать этим коробкой и все остальное. За 50 баксов еще при учете, что она прошла таможню. Но я думаю, вряд ли я что-то смогу еще купить за такие деньги. Поэтому вот. Так что вот так вот. Кому интересно, вот я говорю, разница. Здесь клин соточка, здесь 117. На 17 мм разница. И в весе здесь 102 грамма, здесь 141. Конкретно у этого экземпляра. Комплектация мне очень понравилась. На этом и все. Всем спасибо. Пока.